Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 14 мая, я решила показать вам, сделать обзор всех теплиц. Вот это теплица, где я высадила свои томаты. Я уже рассказывала, что в этом году я, вопреки своим правилам, высадила здесь разные сорта по несколько штук, и разные сроки посева, и разные качества рассады, чтобы было посмотреть много-много сортов, испытать их. Но я уже пожалела сто раз, потому что, сейчас скажу почему, очень неудобно. Разные сорта с разным вегетационным периодом, какие-то уже зацвели. У каких-то помидоров, их нужно уже делать первую обработку, профилактическую от фитофторы. Какие-то вообще еще не цветут. Те, которые цветут, хотелось бы побрызгать. Я привыкла сплошняком, как в том году у меня. Зацвели томаты, я раз, сделала опрыскивание бором, для большей завязываемости. Сейчас двери не открываем, томаты не колышутся, вот мне приходится каждую цветущую подходить и трясти. Я бы обработала их бором и все. Но те, которые не цветут, их очень много, потому что я их высадила позже. Им эта обработка не нужна, и вот обрабатывать выборочно тоже не хочется. Также какие-то с томатами, какие-то я только вчера еще посадила. Я сама себе хлопот добавила, и я решила на будущий год вернусь опять к своему, как методу посева. Я уже рассказывала, например, 10-20 одних, потом 10-20 других, одного срока посева, одного роста и все. Но сейчас покажу. Все томаты, конечно, они прижились сразу же. Многие уже даже цветут, даже те, которые были совсем маленькими. Вот цветет Настенька, цвет листа у них хороший, все. Вон там, видите, цветочек в углу, даже маленькие, петруши, все почти зацвели. Не зацвели только скороспелки, которые я высадила позже. У них более поздний срок посева, и высадила я их тоже позже. Вот цветет вон там елочка. Но вместе, наряду вот с такими огромными, уже цветущими кустами, у которых даже есть уже плоды, есть и совсем крошечные. Я вот вчера еще досажила тот ряд, тот ряд, который с южной стороны. Я решила в этом году всякие-всякие вот эти ранние скороспелые сорта на пробу, как они в теплице себя поведут. Досадила вчера последние 8, там, по-моему, ринеты, клуша. И вот они, получилось, что самые маленькие, им еще ни обработки, ничего не нужно. А вот эти, которые большие, которые уже даже с плодами, конечно, за ними нужно уже ухаживать, как за взрослыми растениями. У них уже тут 1, 2, 3, 4, даже пятая цветочная кисть уже расцветает. И вот я в этом году, говорю, что создала себе проблемы. Те, которые цветут и плодоносят, к ним нужен один подход. Их уже и подокучить бы. Я вот, сейчас покажу. Я вот эти уже хорошенько полила, подокучила, подгребла. Нынче мы пытаемся, муж хочет сделать мне капельный полив, как-то облегчить, потому что он постоянно на работе, я здесь одна с этими поливами. Но пока ничего еще у нас только в тестовом режиме. То не там капает, то еще что-то, то нет запчастей. У нас такой город, что мы вот этих тройничков не смогли, Г-образных нигде купить. А их нужно больше, чем в комплекте. Ну и вот, получилось, что те томаты, которые рано посадила, и высадила, ну как, в срок рано. Они у меня уже с томатиками. Вот я вам показывала, вот тот первый томат, он уже хорошо увеличился. Ну уже все, формируются полноценные кисти. Их уже нужно делать профилактически от фитофторы. А вот эти томаты я еще только вчера высаживала, потому что я под скороспелки оставила, вот этот ряд. Вот, только высаживаю. Тут же, конечно, большие уже хожу, подвязываю. Вот у меня тут все. Тут, которые высаживаю, зола у меня, тут рыбная мука. И получилось, что у меня все наслоилось. Какие-то уже, скоро будут спеть, а какие-то я только высадила. Этот способ высадки не очень мне нынче понравился. Буду на будущий год по-другому высаживать. Но вот ситуация в теплице пока такая. Многих интересовало, как поживают те томаты, которые я высадила в очень ранние сроки. Поживают они хорошо. Много помидорок уже, конечно, совсем маленьких. Вот эти вот я высаживала тоже, жиростойкие, совсем маленькими. Очень хорошо растут. Ну а на каких-то, которые были в баклушах, вы видите, на них уже помидоры висят. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok